МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экологическая повестка – это не дань моде и не желание быстро заработать баллы популярности. Это требование времени, жизненная необходимость. Магнитогорский металлургический комбинат уже несколько лет назад взял на себя всесторонние обязательства и масштабную ответственность по реализации федерального проекта «Чистый воздух». Совокупный эффект от проведенных с 2017 по 2021 год мероприятий – это сокращение вредных выбросов в атмосферу почти на 22,5 тысячи тонн. Базовый показатель – комплексный индекс загрязнения атмосферы снизился в 2,6 раза. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современные технологии в промышленном производстве неразрывно связаны с экологическим аспектом. Расхожий термин «качество жизни» применительно к сотрудникам предприятий подразумевает не только повышение уровня безопасности труда, но и улучшение самой атмосферы на рабочих местах. Атмосферы в прямом смысле слова. Еще в большей степени позитивная динамика в экологических преобразованиях касается жителей городов, где базируются крупные производства. И Магнитогорск здесь – один из несомненных лидеров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время своих традиционных встреч с земляками глава города Сергей Бердников, говоря о заметных улучшениях последних лет, одним из ключевых моментов обозначает именно экологию. Комбинат вкладывает десятки миллиардов ежегодно в экологию. Комбинат на сегодня преобразился в части экологии. Комбинат – индекс загрязнения воздуха, да, соответственно. Вот до пяти единиц – это зеленая зона. То есть, как я сказал, ноли не бывает нигде. В любом европейском городе тоже ноль нет. После пяти там идет желтая зона. Ну и потом, соответственно, красная. Раньше у нас там и пятнадцать, и семнадцать, и все такое было. Вот мы прошлый год закончили, ну вот, ну порядка где-то пять и восемь. Пять, напоминаю, вообще зеленая зона. Урал! Сегодня полностью отделен от МНК. Косы настроены, да? Все. Теперь у нас в Урал может приплыть только что-то по течению света. Загрязнений от города нет никаких. Сегодня Урал у нас уже три года с вами открыт для купания летом. Мы везде ставим таблички «Купаться разрешил». А раньше всегда стояла табличка «Купаться запрещено». Мы все равно купались? Мы же такие. Но табличка стояла, потому что пробы воды не позволяли. Да, это не смертельно, но, мягко сказать, и не полезно было. Табличка стояла «Купаться запрещено». Мы всегда ставили. Ну, купались, конечно. А сейчас нету этого больше. Минувшим летом, когда в наш город на празднование Дня Металлурга прибыли председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, полпредпрезидента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников во время посещения комплекса строительства новой коксовой батареи номер 12 рассказал высоким гостям, что модернизация коксового производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысяч тонн в год и безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. А также сказал, что особую роль новая коксовая батарея имеет с точки зрения снижения углеродного следа всего комбината. Сокращение выбросов СО2 составит 2,2 миллиона тонн в год, а углеродный след по ПАО ММК уменьшится на 8,5%. Удет такая серьезная, что в этом плане обрабатывают желудочные железа. В экологически чистой мощности доводятся старые, устаревшие. И как-то, знаете, от скромности до неизвестности, это не шаг. Это надо показывать стране, не щекотиться, понимаете? Еще одним пунктом визита делегации на территорию ПАО ММК стала площадка кислородно-конвертерного цеха. Там было завершено строительство комплекса газоочистных установок, которые повысят эффективность улавливания вторичных выбросов конвертерного отделения цеха. Результатом реконструкции станет повышение эффективности очистки пыли и газов, а также полное исключение неорганизованных выбросов от конвертеров при всех режимах работы. Общая производительность системы составляет 7,4 миллиона кубических метров в час, а остаточная запыленность не превышает 10 миллиграммов на кубометр, что соответствует наилучшим доступным технологиям. Проект не только способствует решению экологических задач, но и позволяет использовать улавливаемую пыль в производстве. Она пройдет вторичную переработку в цехе подготовки огла-шихты горнообогатительного производства и затем будет использоваться в выплавке металла. Я много читала магнитки, знаю много, казалось ли, с огромным уважением к Виктору Филипповичу отношусь, это один из наших таких столповых отечественных промышленностей. Но что вы такие, в таком масштабе проекты реализуете, это просто вызывает огромное уважение и чувство гордости, что это происходит у нас. И основная, понятно, модернизация производства, понятно, все, что за этим стоит, но главное, экологические проекты, направленные на то, чтобы не наносить вред экологии. Думаем о будущих поколениях, о детях, о многих условиях, о как они будут жить, о каких будут поддышать. Вот это, за это просто отдельно, за такую философскую концепцию магнитки, вот отдельное огромное слава богатайности, не говоря уже за то, что сколько вы просто будете встали, и даже трудно себе это представить, как это вообще происходит в самом деле. Если для вновь возводимых суперсовременных объектов на ММК природоохранные составляющие обязательный пункт уже на стадии проектирования, то как быть с теми, что работают уже десятки лет и изначально не были ориентированы на решение экологических задач? Одно из эффективных решений – установка систем пылеподавления на участках, где происходит большой выброс пыли. Например, углеподготовительный цех все того же коксохимического производства. В 2018 году здесь была смонтирована первая установка пылеподавления на стационарном вагоноопрокидывателе углеподготовки второго блока. Она зарекомендовала себя положительно. Руководство приняло решение произвести монтаж оборудования в самых запыленных точках цеха. В 2019 году система пылеподавления появилась в дробильном отделении углеподготовки второго блока. Работы продолжились и дальше. На сегодняшний день в цехе функционируют пять установок пылеподавления. Угольный концентрат с конвейера, который расположен на четвертом этаже, подается по системе желобов на молотковые дробилки. Производительность каждой – 500 тонн в час. Ранее угольная пыль выбрасывалась с молотковых дробилок и улавливалась газоочистными установками. Данный способ был малоэффективным. При проектировании систем пылеподавления было решено провести монтаж форсулок, которые будут орошать угольную пыль непосредственно в желобах. Данный метод оказался эффективен. Пыль не выходит на этажи и тем более за здание дробильного отделения. Перспективные пути развития углеподготовительного цеха в рамках экологической программы ПАО ММК – это продолжение монтажа систем пылеподавления в перегрузочных узлах, а также большой глобальный проект – установка крытого склада угольного концентрата, емкость которого 550 тысяч тонн. Без сомнения, он самый большой в мире. Еще одна система пылеподавления – цех подготовки Агла-Шихты. Он считается отправной точкой, с которой начинается технологический процесс ММК. Более 85% поступающего на предприятие привозного железоорудного сырья идет через этот цех. ЦПАЖ осуществляет приемку, усреднение и отгрузку сырья цехам-потребителям. Суточная переработка достигает 100 тысяч тонн. До 2018 года в цехе применяли самые примитивные методы борьбы с пылью. Грубо говоря, поливали из шлангов. В рамках строительства пятого вагона-опрокидывателя запущена современная система пылеподавления, которая работает в автоматизированном режиме. Ее эффективность, согласно проведенным замерам, составила более 70%. Основной принцип – создание мелкодисперсного водяного тумана, который улавливает частицы пыли, обволакивая их и осаждая на поверхность за счет увеличения их веса. Система упреждения – это вторичное пылеподавление, это снегогенераторы. Такие, в принципе, системы еще на комбинате у нас не использовались. Мы, скажем, первые были, мы установили две пушки снегогенераторов на заснеживание и обводнение складов. Такие пушки берут данные с локальной метеостанции, установленной на одной из перегрузок, и используют их в программе работы генераторов. Учитывается температура воздуха, скорость и направление ветра. Контроль за работой системы пылеподавления ведется с поста управления в круглосуточном режиме. При отрицательных температурах турбины генерируют снег. При положительных смачивают поверхность склада влагой, препятствуя распространению пыли от ветра. На сегодня все основные склады ЦПХ первого и второго отделений полностью обеспечены агрегатами пылеподавления. Это четыре форсуночных системы и две турбины снегогенератора. Доменный цех – сердце Магнитогорского металлургического комбината. Именно в этом подразделении, запуск которого 90 лет назад официально ознаменовал рождение градообразующего предприятия «Магнитки», задача пылеподавления приобретает особенную актуальность. Бункерная эстакада доменного цеха – один из самых пылепроизводящих участков производства. Современное инженерное решение помогает бороться с пылью во время выгрузки сырья из хоппера в бункер, а также при перевозке по участку шехтоподачи. Эстакада печи номер 10 стала первой площадкой по внедрению новой установки пылеподавления в доменное производство не только на Магнитогорском металлургическом комбинате, но и во всей России. Запуск системы состоялся минувшей весной. Разгрузка железорудного сырья – это один из основных экологических аспектов в доменном цехе, который, так сказать, выделяет большое количество пыли. И цель этой системы – мелкодисперсной влагой подавить образующееся облако пыли при разгрузке железорудного сырья, либо кокса. Система здесь функционирует. Функционирует уже более полугода. То есть система отлажена. Она работает исправно. И показывает, у нас получается, система пылеподавления порядка более 80%. То есть, в принципе, задачу цеха мы исполняем. В греческой мифологии Борей символизирует бурный северный ветер. В современном мире название одного из давних партнеров ММК Академии промышленного пылеподавления Борей звучит весьма символично. Ведь эффект от работы системы действительно впечатляет. Сейчас, конечно, намного проще. То, что закрытые транспортные каналы, закрытый главный горновой желоб. Экологически более чище стало, чем было раньше. Ну и, соответственно, и на бункерной эстакаде также посвежее маленько, так скажем, чем раньше было, чем в 80-х, 90-х годах. Ну и работа, соответственно, попроще маленько стала. На всех этапах нашего производства мы должны обеспечить минимальное загрязнение экологии. То есть первый этап – это бункерная эстакада. То есть туда приходит материал, происходит выгрузка его. При этом выделяется огромное количество пыли, которое мы с помощью системы пылеподавления Борей орошаем и улавливаем. То есть там большой объем очень пыли погашается там. То есть раньше на других печах пока такой системы нет. Ну, наверное, внедря в дальнейшем. Ну и в смысл, в свою очередь, там, детейные дворы, аспирация детей на двору всегда работает. За этим тоже следим. Постоянно все закрыто, укрыто. То есть минимальные потери. Мы сами дышим этим воздухом, наш город дышит. Поэтому стараемся всегда, чтобы экология соблюдалась. Очередные автоматизированные модули системы пылеподавления для печей номер один и два были смонтированы уже в конце лета. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы. Сердце системы оборудовано насосами высокого давления, чтобы доставлять воду с нулевого уровня до бункерной эстаканы. Монтажные работы проводились при действующем производстве, что накладывало свой отпечаток в процессе производства работ. Но взаимодействие с доминым цехом, с представителями охраны труда комбината, эти работы были выполнены в полном объеме, без каких-либо нареканий и нарушений. Вопросов нет. Было ежедневное четкое взаимодействие, потому что, да, действительно, составы в доме нам цехи ходят чаще, чем трамваи в городе. И поэтому, как вы видите, монтаж был очень сложный. Но все работы были выполнены в два месяца, в оговоренные сроки. То есть здесь вопросов как компании к Борей, так и к субподрядной организации вообще никаких. Все было произведено в срок, сейчас ведется пуск аналаг. Очищенная вода по рукавам высокого давления отправляется и непосредственно на бункерную эстакаду, и к скиповым подъемникам участка шихтоподачи. Всего за несколько недель было проложено около километра водных магистралей, которые в процессе эксплуатации будут испытывать рабочее давление от 100 до 120 атмосфер. Ну, у нас здесь все на автоматике устроено. То есть есть датчики, которые все это дело просматривают. А так мы используем высококачественные материалы, и у нас рукава высокого давления имеет двойную защиту металлическую. Поэтому разрывы в них не происходят. Они выдерживают достаточно больше давления, чем наши рабочие. На самой бункерной эстакаде для участков трех печей смонтировано несколько тысяч форсунок для подачи воды. Они защищены специальными футлярами, изготовленными компанией-поставщиком. Что касается базового оборудования автоматических модулей, оно итальянское. Но этот факт даже при нынешней непростой международной обстановке не должен создать дополнительных трудностей. Сборка наша в городе Вологде происходит. То есть мы поставили уже комплексное решение. Поэтому сейчас ищем уже аналоги. В принципе, нашли, здесь они уже использованы. То есть импортозамещение тоже у нас работает. Поэтому никаких проблем с поставкой материала и дальнейшей работой не будем испытывать. На верхней отметке система управляется с помощью совсем несложных манипуляций. Когда происходит выгрузка состава, легким движением ноги работник запускает процесс, и вода начинает распыляться. Причем открываются не все форсунки сразу, а лишь те, что расположены напротив определенного хоппера. Именно того вагона, что разгружается в данный момент. Лишняя влага в доменном производстве не нужна. Весь интерес и вся сложность при монтаже и при реализации этой системы была в том, что мы стараемся убрать лишнюю влагу из сырья доемной печи для экономии топлива. Для экономии основного топлива – это кокса. Но здесь пришлось найти такой баланс, чтобы все-таки сырье было немножко влажное. Чтобы не перегнуть так бы палку. Ну а как это вот, насколько это серьезно вносит коррективы в дальнейший процесс уже непосредственно работы самой печи? Насколько вам пришлось что-то там менять, чтобы вот этот уровень влажности вам не мешал? Нет, там ничего не пришлось менять. То есть мы определили такой уровень влажности, который в принципе не влияет на доемный процесс. Что касается установок полеподавления для печей номер 1 и 2, с учетом опыта 10-й печи они были дополнительно модернизированы. Применены еще более улучшенные форсунки для повышения точности распыления. Поскольку проходы для бункеровщиков на этом участке чуть более узкие, целесообразным решением стала замена управления. Здесь система будет приводиться в действие не ногой, а рукой – нажатием специальных кнопок. Неизменным осталось главное – стремление к заметному снижению количества выбросов и разумное использование энергоресурсов, воды и электричества. Перед монтажом этой системы мы, конечно же, предъявляли наши исходные данные, исходные требования. И то есть компания просто не может выйти за рамки требуемых нами ограничений. Соответственно, все требуемые показатели будут выполнены. Это уже доказала 10-я доменная печь. Установки полеподавления для печей номер 1 и 2 вступят в строй уже в октябре. Но на этом реализация экологической программы в доменном цехе не закончится. Благодаря генеральному директору ПАО ММК, господину Шиляеву, а также председателю совета директоров Виктору Филиппу Чурашникову, данная программа рассчитана до 2025 года. И, соответственно, будут охвачены все доменные печи. Вся бункерная эстакада будет с системой пылеподавления, что в разы уменьшит выбросы пыли при загрузке печей. И, соответственно, улучшает экологию. Таким образом, высшее руководство нашей компании показывает свое уважение к окружающей среде через реализацию проектов такого уровня. Также в ближайшей перспективе системами с подобными принципами действия планируется оборудовать стан 170 в сортовом цехе и чистовые группы клетей 100 на 2500 в листопрокатном цехе номер 4. Редактор субтитров А.Семкин